Ну что ж, друзья мои, чуть-чуть я как-то с папочкой не угадал, простигнул, во время пения не получилось. Так, друзья мои, разрешите я ее сниму. Так, свободнее. Ну что-то чувствую, зажимаю. Друзья мои, мы все собрались здесь только потому, что в этом мире самыми главными являются доброта, любовь и, конечно же, красота. И вы все, присутствующие в этом зале, являетесь, что ни на есть, самыми яркими представителями этих важных жизненных трех составляющих. Вы знаете, это как в песне. Какие четыре составляющие в песне самые главные? Кто мне скажет? Первое. Мелодия. Второе. Текст не принимается. Стихи. Два, три, третье. Акомпанемент. Правильно. И четвертое. Подача исполнения. Друзья мои, если не будет этих четырех составляющих, не получится песня. Такой, как мир им правит любовь. Вставайте. Поехали. Мир придумал так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день встала сон и садилась. И Господь землю им нападет, завещал любить. Сонки нет, прошло, но ничего не изменилось. Пусть мир отправит любовь. Так мило и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть мир отправит любовь. И не нужно лишний сон, так мило и всегда пурмет. Очень легко все осознать, потом сказать прости. И все потеряно однажды утром, одному проснуться. Пусть мир отправит любовь. Так мило и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть мир отправит любовь. И не нужно лишний сон, так мило и всегда пурмет. Пусть мир отправит любовь. Так мило и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть мир отправит любовь. И не нужно лишний сон, так мило и всегда пурмет. Только вы! Пусть мир отправит любовь. Как мило и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть мир отправит любовь. И не нужно лишний сон, так мило и всегда пурмет. Как мило и так будет вновь, пока живут на свете люди. И не нужно лишний сон, так мило и так будет вновь. Так что, понимаете, заняв первое место, вы берете на себя определенную долю ответственности. То есть это та самая планка, можно пока музыку не включать, та самая планка, с которой вместе вам придется идти на протяжении какого-то долгого времени. Это очень опасно. Вы знаете, если места идут последовательно, третье, второе, потом первое, потом... Сами знаете, потом второе, потом третье, да. Вот. То, по крайней мере, происходит виден рост. Вы растете как артисты, вы растете как музыканты, вы растете как личности. Я вас поздравляю и желаю вам того, чтобы не смотрели на что вы не расстраивались, потому что в любом случае, что бы ни произошло, вы все победили. И участники, и родители, и руководители. С победой вас на конкурсе! А сейчас с огромным удовольствием я передаю микрофон. Ирина, передай. Наши лучшие ведущие на нашем конкурсе. Правда, Эти? Браво! Спасибо, спасибо, спасибо. Мне очень приятно это слышать. Начинаем церемонию награждения. Помогать к нему будет директор фонда «Фестиваль Бриджест» Юлия Томачек. Сегодня вы будете получать дипломы, опять-таки образца, которые вам уже хорошо знакомы. Единственное, на нем будет написано «Волшебные мосты Вены» и «Венский звездопад». Браво! Плюс кубки. И Юля будет вручать вам также каждому участнику, каждому ребенку. Нами подготовлена, Юлия подготовлена вот такая вот медалька. Покажи. Когда выходит коллектив, обязательно продумайте, сколько у вас детей участников. И скажите эту циферку, и Юля вам выдаст только медалей. Итак, начинаем. Дипломом награждается Зина Шапабян, солистка образцового детского коллектива «Вакарная эстрадность Томни и Домни» «Город Геленджик» «Разнодарский фрайд». Извините, мне не хватает рук, поэтому я приглашаю на сцену члена жюри Коваленко Анатолия Георгиевича. Старшего оператора классического танца и его доцента университета Нестеровой, преподавателем ГАК «Истоки» Моисеева. Анатолия Георгиевича Моисеева Дипломом лауреата третьей степени в конкурсе ведущих награждается Анастасия Ерофеева, школа 63, маршала Советского Союза Жукова, город Тула, категория 13 лет. Анастасия на сцену. Дипломом лауреата третьей степени награждается та же Анастасия Ерофеева в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 13 лет. Также дипломом лауреата третьей степени в номинации «Художественное слово», опять-таки возрастная категория 13 лет награждается та же Анастасия Ерофеева. Дипломом главариата третьей степени награждается Валерия Бакиева, солистка детского вокального ансамбля «Веролаш», город Уфа, эстрадный вокал, 8 лет. Дипломом главариата третьей степени награждается Евгений Ниценко, солистка детского вокального ансамбля «Веролаш», город Уфа, эстрадный вокал, 11 лет. Дипломом главариата третьей степени награждается Валерия Кальянова, детская музыкальная школа номер 3, город Вагнитогорск, инструментальное исполнительство фортепиано, 12 лет. Дипломом главариата третьей степени награждается Марина Труско, детская школа искусств номер 3, город Веролаш, эстрадный вокал, 13 лет. Дипломом главариата третьей степени награждается Театральный коллектив «Притяжение», детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, театральное творчество возрастает категория 12-13 лет. Дипломом главариата третьей степени награждается Юлия Суворова, детская музыкальная школа номер 3, город Вагнитогорск, инструментальное исполнительство фортепиано, возрастная категория 7 лет. Посмотрите. Дипломом главариата второй степени награждается Нина Бутакова, детская музыкальная школа номер 3, город Вагнитогорск, фортепиано, 11 лет. Дипломом главариата второй степени награждается Клавдия Синева, детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, Немецкая область. Доминация художественное слово, возрастная категория 13 лет. Дипломом главариата второй степени награждается Ольга Гриб, детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, изобразительное искусство, 12 лет. Дипломом главариата второй степени награждается Полина Ноздрина, детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, художественное искусство, 12 лет. Дипломом главариата второй степени награждается Виктория Лебинина, детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, возрастная категория 11 лет. Дипломом главариата второй степени награждается Владимир Малыкин, детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, балалайка, 14 лет. Дипломом главариата второй степени награждается Театральная студия Альфа, центр детского творчества Локос Москва. Театральное творчество, возрастная категория 10-15 лет. С днём театра вас, дорогие! С дипломом главариата второй степени награждается Диана Ченкова. Ченкова, извините. Я решила, что она медрелка. Диана Ченкова. Художественное слово, 10 лет. Дипломом лауреата второй степени награждается Камиль Гельмеддинов. Образцовая детская вокальная студия Салават Куперея, город Уфа. Эстрадный вокал, 18 лет. Дипломом лауреата второй степени награждается Карина Геворгян, солистка образцового детского коллектива Доминика, город Геленджик. Эстрадный вокал, 11 лет. Дипломом лауреата второй степени награждается Евгений Ахрименко. Вокальная студия Салават Куперея, город Уфа. Эстрадный вокал, 9 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата второй степени награждается Елисей Ратушников, солист образцового детского коллектива Доминика, город Геленджик. Эстрадный вокал, 8 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ В Браге этот мальчик у нас взлетал вверх. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата второй степени награждается Кристина Баландина, образцовая детская вокальная студия Салават Куперея, город Уфа. АПЛОДИСМЕНТЫ Эстрадный вокал, 14 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата второй степени награждается Ксения Сайпанова, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата второй степени награждается Олег Максимов, детская музыкальная школа номер 3, город Магнитогорск. Инструментальное исполнительство Балалайка, 8 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата второй степени награждается Маргарита Таранина, детская школа искусств номер 3, город Межневарковск. Декоративно-прикладное искусство, 13 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ В номинации «Изобразительное искусство» диплома лауреата второй степени награждается Екатерина Гельманова, 14 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ В номинации «Декоративно-прикладное искусство» возрастная категория, 15 лет, награждается Анна Белова. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата второй степени награждается Светлана Степакина, детская школа искусств номер 3, город Межневарковск. АПЛОДИСМЕНТЫ В номинации «Изобразительное искусство» диплома лауреата второй степени награждается София Яковлева, детская школа искусств номер 3, город Межневарковск. Эстрадный вокал в семье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дипломом лауреата второй степени награждается театральный коллектив «Синяя птица». Детская школа искусств номер 3, город Межневарковск. Театральное творчество 14-16 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И снова театральный коллектив поздравляем с Днём театра, с Международным Днём театра. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата второй степени награждается Анастасия Самойлова, детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, Тюминская область, фортепиано 10 лет. Дипломом лауреата второй степени награждается Роман Савин Кореев, детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, фортепиано 11 лет. Дипломом лауреата второй степени награждается Виктория Рябинина, детская школа искусств номер 3, город Нижневартовск, эстрадный вокал 11 лет. И снова пришло время для награждения международного проекта поддержки молодых дизайнеров моделей театров моды «Магия стиля-2013». Дипломом лауреата первой степени награждается образцовый коллектив детский театр мод «Параллели времени» в город Пытьях. Руководитель Хролова Лилия Ивановна, номинация театр моды, возрастная категория 7-10 лет. Руководитель Хролова Лилия Ивановна, номинация театр моды, возрастная категория 7-10 лет. Дипломом лауреата первой степени награждается образцовый коллектив детский театр мод «Параллели времени» в город Пытьях, возрастная категория 16-25 лет. Нет, 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 16-25 лет. Не спеши, здравствуй, девочка. Дипломом лауреата первой степени награждается образцовый коллектив детский театр моды, возрастная категория 7-10 лет. Дипломом лауреата первой степени награждается народный коллектив дизайн-студия «Артель-мода», возрастная категория 11-15 лет. Театр моды, постановщик показа Кузнецова. Руководитель студии Ивановна Лариса Алексеевна, поздравляем вас. С днем театра «Украина». Дипломом лауреата первой степени награждается народный коллектив дизайн-студия «Артель-мода». Народный коллектив, дизайн, студия, артель, мода, Сувского областного центра нешкольного образования и работы с талантливой молодежью, город Сумы, Украина. Номинация театр моды, возрастная категория, 11-22 года. С днем театра, певитолепный театр из Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ И на сцену для помощи приглашается наша звезда, певец-композитор Дмитрий Дунаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата первой степени в конкурсе ведущих награждается Анастасия Симова, ведомок Соколового Татьяна Алексеевна, возрастная категория, 12 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломом лауреата первой степени награждается Сводный студенческий вокально-хореографический ансамбль Приморской государственной сельскохозяйственной академии Бородосовист «Приморский прайк» Руководитель Голин Андрей Эдуардович Хармистер Дементьева Елена Михайловна Кореограф Филонова Ирина Викторовна Номинация «Фанклер» Возрастная категория, 10-23 года. Поздравляем! Вы тоже театр! Спасибо вам огромное! АПЛОДИСМЕНТЫ Помогайте всем! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сколько работают у наших членов в жюри сегодня на награждении. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Юли, за медали. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и приятно это, ребята. Правда приятно медали получать? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что вы сочинали коллеги? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Диплом «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Диплом 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 «Симон» Мы, в принципе, и просили слова для того, чтобы выразить вам свою благодарность. Так получилось, что я россиянка, корни мои российские, но живу я в Украине, я объединяю эти две страны.